МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Филиппович, не буду скрывать, я, честно говоря, хотела начать нашу программу совсем с другого вопроса, но трагические обстоятельства внесли коррективы в мои журналистские планы. Сегодня, 25 июня, в Омской области объявлен траур. Траур в связи с теми двумя трагическими событиями, трагическими автокатастрофами, которые произошли в нашем регионе. В них погибли 23 человека, 11 сейчас по-прежнему в тяжелом состоянии, находятся в больницах. Конечно, окончательные выводы сейчас о причинах этих трагедий делать мы не можем, потому что сейчас только начали исследовать эти причины. Но, тем не менее, настораживают такие обстоятельства. Вот когда начали проверку ПТП, которая перевозила этих людей, работников птицефабрики, выяснились тогда уже многочисленные нарушения. Вопрос к вам, как к депутату Государственной Думы. Может быть, пора ужесточить законы, требования к тем перевозчикам, которые выводят свои автомобили на трассы, на дороги? Ну, вначале, конечно же, я хотел бы высказать соболезнования семьям погибших. Это, конечно, трагедия. И здесь, естественно, нужен контроль. Нужен контроль за транспортом, нужен контроль за водителями и не только муниципального транспорта. Прежде всего, конечно же, и частный извоз. Там тоже очень много проблем, и ситуация требует, в том числе, и вмешательства на уровне Государственной Думы. Поэтому я обязательно изучу законодательство, и я не исключаю, что потребуется уточнение его и внесение каких-то изменений в части, ну, прямо можно сказать, ужесточения контроля. Ну, действительно, ситуация уже назрела. Мы еще поговорим в течение программы о том, как вы вообще реагируете на запросы избирателей, да, насколько они ложатся в основу вашей законотворческой деятельности. Ну, а сейчас я хотела бы продолжить разговор уже непосредственно о вашей работе в Государственной Думе. Заканчивается весенняя сессия Государственной Думы. С оказией, когда были ваши коллеги, тоже депутаты Государственной Думы, так же, как и вы, представители фракции партии «Единая Россия», Ирина Роднина и Сергей Попов здесь у нас в Омске, мы записали с ними небольшие комментарии, попросив их тоже подвести итоги их законотворческой работы. Предлагаю послушать. Я в комитете по связям СНГ с отечественниками и евразийской интеграцией. Ну, комитет, где законов у нас практически нет. Здесь больше, наверное, работает то, что мы называем парламентской дипломатией и народной дипломатии. Во всяком случае, вот практически со всеми странами, которые входят в СНГ, у нас были совместные заседания комитетов. То есть очень часто это было в преддверии больших встреч руководителей государств. И, естественно, вот такие моменты, которые можно иногда сглаживать, чтобы они не выходили на совсем уж такой негатив. Такие встречи были по Армении, Азербайджан, Казахстану, Киргизии, Белоруссии. Вот не сложилось у нас с Украиной. Я как раз являюсь руководителем проекта «Школьный спорт» в партии. Это дворовые команды, у нас уже идет давно программа с 2008 года. Школьная команда, «Школьный спорт». Вот в этом году у нас второй год уже. В прошлом году мы были счастливы, что получили программу реконструкции спортивных залов сельских школ. Это как раз чисто партийная программа. В этом году, несмотря на сложность в бюджете, она продолжается. Очень важно было согласовано принять целый ряд проектов, законов, связанных с усилением социальной поддержки населения. Мы рассматривали многие моменты, которые были связаны с совершенствами налогообложения. Сегодня, в непростой экономический период, много было усилий потрачено для того, чтобы подготовить и сверстать вот этот бюджет на 2015 год и на предстоящую трехлетку. Нам это удалось. Удалось в непростой борьбе с нашими оппонентами, потому что за бюджет реально голосовала только одна фракция «Единая Россия». И, несмотря на то, что наши коллеги выдвигали разные предложения и прочее, но все основные моменты связаны с добавлением объемов по строительству детских садов, по социальной поддержке незащищенных слоев населения. Все были и вопросы решены. Виктор Филиппович, ну вот такие итоги подвели ваши коллеги по партийному корпусу, по Государственной Думе. А если выделять из большой вашей законотворческой работы какие-то основные штрихи, что бы вы выделили? Я работаю в Государственной Думе в Комитете по региональной политике и вопросам местного самоуправления. Это комитет, который занимается вопросами прежде всего хозяйственной деятельности территории, решения вопросов жилищно-коммунального комплекса, бытовые, социальные вопросы. То есть то, чем я в принципе и занимался и на должности заместителя губернатора, и на должности мэра города Омска. Поэтому работа мне понятна, знакома, известна, и в этой части мне, конечно, несложно работать в Комитете. И многие вопросы мы ведем. Если уже говорить о том, что мною сделано как депутатом, больше 20 законопроектов, либо я являюсь автором, либо соавтором этих законопроектов. Как правило, это вопросы жилищно-коммунального комплекса, уточнение норм закона и 131 федеральный закон. И все, что связано с деятельностью территорий, муниципалитетов, пополнение бюджетов муниципальных путем передачи части доходных источников. То есть вот то направление, которым я занимаюсь. Я бы сказала, все самые острые вопросы, которые вообще существуют в каждом из регионов и вообще в нашей стране в целом. Но так или иначе, в общем, вся наша программа сегодня посвящена либо тому, что вы делаете, либо тому, что еще предстоит сделать. Поэтому мы, безусловно, к всем этим вопросам еще вернемся. Мне просто подсказывают, что дозвонился наш первый телезритель. Давайте предоставим ему возможность в прямом эфире задать непосредственно вам вопрос. Здравствуйте, представляйтесь и задавайте, пожалуйста, вопрос Виктору Филипповичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, жительница Крутинки. Виктор Филиппович, вы сейчас, как депутат Государственной Думы, очень часто находитесь в столице. Не жалеете, что оставили Омск как мэр? И сейчас, бывая в родном городе, замечаете недостатки? Спасибо. Ну, я как раз чаще бываю в родном городе, нежели в столице, поскольку я выезжаю только на пленарное заседание и на работу в комитеты. Все остальное время я нахожусь здесь, на территории, веду приемы, провожу рабочие встречи, встречаюсь с жителями. Поэтому в этом плане я не оторван от жизни города Омска. Я знаю все проблемы, знаю ситуацию. И по тем вопросам, по которым есть возможность помочь, особенно по мероприятиям 300-летия города Омска, по финансированию из федерального бюджета этих мероприятий, вот этими вопросами я занимаюсь. Ну, можно сказать, что вы остались в Омске, и Омск в вашем сердце, естественно, остался. Мы еще поговорим о том, что вы теперь, как депутат уже Государственной Думы, делаете для нашего города. Но я вот на чем еще сейчас хотела бы заострить наше внимание. Вы были в нашей студии в программе «Первые лица» не так давно, два месяца назад. Ну, по, в общем-то, таким временным рамкам это действительно было совсем недавно. И хочу напомнить, какие результаты по телевизионным обращениям мы тогда подвели. То есть какие темы у нас стали самыми рейтинговыми. Давайте кусочек из этой программы посмотрим. У нас вопросов очень много, но мне кажется, уже пора подвести некоторые неофициальные итоги тех тематики вопросов, которые мы сегодня получили, которые в колл-центр к нам поступили звонки. Итак, самая главная проблема – дороги. Самое большое количество вопросов на эту тему поступило к нам и по городу, и по области. На втором месте – коммуналка. От цен на услуги до жалоб на управляющие компании. И на третьем месте – жалобы на бездействие властей различного уровня. Вот такие итоги от редакции программы «Первые лица». Я думаю, вряд ли что-то изменилось сейчас, если говорить о приоритетах по болевым точкам, так называемым. Вот, Виктор Филиппович, как раз я когда ознакомилась со статистикой, то есть с тем, каким образом вы работаете с обращениями граждан, я как раз обратила именно на это же внимание, на то, что статистика оказалась очень схожей. Ну вот, во-первых, надо отдать должное тому, с какой чрезвычайной активностью вы работаете с избирателями. В течение года проведено вами 10 приемов граждан, 10 отчетных встреч с населением, в которых участвовало 2800 граждан, и поступило в ваш адрес 197 обращений. Большая часть из них носила как раз тоже социальный характер. Подавляющее большинство из них – 111 – это вопросы ЖКХ. Ну, куда, на мой взгляд, наверняка входят и вопросы дорог, о которых мы говорили в программе. Да, конечно, весь комплекс вопросов. 85 обращений – это жилищные вопросы. Ну, а коли так активно обращаются к вам, как к депутату Государственной Думы, то, к сожалению, тема порой неуслышанных чиновниками проблем людей тоже, похоже, актуальна. То есть, фактически, если так смотреть по цифрам, 10 встреч, 10 отчетов, то есть вы фактически каждый месяц встречаетесь в той или иной форме с избирателями. В связи с этим у меня такой вопрос. То есть, можно сказать, что именно их обращение к вам и те вопросы, жалобы, проблемы, с которыми они обращаются, являются тем фундаментом, который вы кладете в основу, ну вот, скажем, будущей работы над законами. Понятно, что проблем у нас в стране много, да? И чтобы выбрать какие-то приоритеты, можно ли сказать, что именно их обращение является тем самым моим домом для вас? Ну, естественно, те проблемы, которые возникают, и избиратели и на приемах, и на встречах о них говорят, и они, конечно же, идут в основу тех предложений, уже законодательных предложений, инициатив законодательных, которые я уношу в Думу. Более того, многие приходят уже практически с готовым вариантом решения той или иной проблемы. Вот есть пример по обществу защиты прав потребителей. Много было обращений в части контроля за качеством продукции, реализуемой в магазинах. Много было обращений по ОДНу в части жилищно-коммунального комплекса. Были предложения по продлению срока, и, кстати, вопрос был решен, по продлению срока приватизации, бесплатной приватизации жилья. Были вопросы, и тоже уже в качестве закона этот вопрос решен, по проблеме тех же бродячих животных. То есть, конечно же, я ориентируюсь на те проблемы, которые возникают, а по этим проблемам мы как раз на наших встречах, приемах, отчетах и говорим. Ну, тогда я предлагаю ничего не придумывать, а пойти именно по тем темам, которые, как мы понимаем, из обращений граждан, из наших собственных эфиров, являются самыми главными для людей. Предлагаю начать с дорог, поскольку они у нас лидируют в этом негласном рейтинге. И прежде чем мы начнем с вами уже какие-то конкретные обсуждения, я хочу, чтобы мы послушали оценку главы региона Виктора Ивановича Назарова, которую он дал вашим лоббистским усилиям, благодаря которым к нам в регион поступили дополнительные средства на ремонт дорог. В рамках трехсотлетия по ремонту транспортной и инфраструктуры обеспечения города это в пределах 630 миллионов рублей в рамках программы. И сегодня по инициативе депутатов Государственной Думы, это и хотелось бы отметить Шредера Виктора Филипповича, в бюджет этого года, в федеральный бюджет, заложено еще 680 миллионов в выделении целевой субсидии на территорию региона. Ну вот, Виктор Филиппович, вот такая высокая оценка прозвучала из уст главы региона, и я хотела бы поинтересоваться, а вот те суммы, те деньги, о которых говорит Виктор Иванович, они уже начали осваиваться? То есть мы можем привести уже конкретные примеры, где ремонтируются эти дороги? Ну вот, в частности, мэрия сейчас говорит о строительстве, о работах на улице Андрианово, называют еще две большие и важные стройки улицы Завертяева и путепровод на пересечении 15-й рабочей и улицы Хабаровской, эти средства. Да, в том числе и эти три объекта, и вот те работы, которые проводились, могу привести пример прошлого года. Я тоже по просьбе Виктора Ивановича Назарова занимался решением проблемы выделения денег по программе 300-летия, в том числе и на дороге. И в итоге вопрос был решен, миллиард 109 миллионов поступило в прошлом году в город Омск, и была реконструирована улица 24-я Северная, был завершен путепровод по 21-й Мурской, по Торговой, та же развязка на Королево. Это все объекты, которые финансировались как раз за счет тех финансовых ресурсов, которые удалось решить, в том числе и с учетом тех усилий, которые я прикладывал как депутат, и эти деньги пришли в город. В этом году вот те цифры, которые Виктор Иванович называет, практический вопрос уже тоже решен. Соглашение в стадии завершения его подписания, соглашение между Федеральным дорожным агентством Российской Федерацией и Омской областью по перечислению финансового ресурса на содержание и ремонт дорожной сети города Омска. И вот вы правильно назвали улицы, это и Андрианово в этом году, это и путепровод по 15-й рабочий, и новая трасса по улице Завертяева. Три объекта как раз, которые вошли в финансирование по федеральной составляющей. Я, кстати говоря, вот слушая ваш ответ, сейчас вспомнила, что в бытность вас с мэром замечательная была практика, когда ремонтировали межквартальные, ой, не межквартальные, дворовые, да? Внутридворовые территории, да. Нет таких планов у Государственной Думы? Ну, тогда это был проект партии, да? Это была целевая задача, был партийный проект «Единая Россия», и, надо сказать, это очень серьезно помогло решить проблемы ремонта дворовых территорий. Мы в год ремонтировали более тысячи дворов, и эта программа действовала два года, вот за два года довольно много удалось сделать. Поэтому я не исключаю, что вот пока у нас мы как бы в приоритете, у нас есть программа «Трехсотлетие», и есть возможность получения финансового ресурса в рамках этой программы, федерального финансового ресурса. Но «Трехсотлетие» уже не за горами, жизнь не остановится после 2016 года. Поэтому, конечно же, надо будет решать вопрос, и я не исключаю, что о возможности выхода с инициативой и руководству партии «Единая Россия» в Государственную Думу по целевому выделению средств, поскольку проблема ремонта дворов не только в Омске, но в целом по России в крупных городах. Если будут выделены целевые финансовые ресурсы федеральные на эти цели, это будет очень замечательно. Виктор Филиппович, мы с вами не ошиблись, потому что на планшете у меня появилось сразу несколько вопросов, которые касаются дорог. Это лишний раз подтверждает, насколько это горячая тема. Я сейчас зачитаю несколько из них. Павлоградка. Хотим задать вопрос всем уже набившей оскомину по дорогам, то есть по их ремонту. Нашему Павлоградскому дорожно-строительному участку выделяется 20 миллионов рублей в год. Их, безусловно, не хватает. Дороги к большинству сельских поселений просто убитые. Расстояние в 60 километров приходится преодолевать чуть ли не за два часа. В наш скоростной век, согласитесь, так ездить очень неудобно. Что об этом говорят в Государственной Думе? И в продолжение темы сразу задам этот вопрос, хотя, ну, это скорее даже и реплика. Плотская и Лена, Колосовский район. Вчера ехали по дороге, и нас так же занесло. Чудом водитель вывернул руль и спас нас. По дороге видели много аварий, и эта ситуация не первый год. Куда обращаться, чтобы дороги привели в надлежащий вид? Ведь трагедия вчерашняя может повториться. Ну, могу тоже привести пример вот той же трассы Тюмень-Омск. Ее называют, к сожалению, дорогой смерти. Она не отвечает никаким нормативам. По сути, это федеральная трасса, но ее строили как региональную трассу. Она не отвечает ни по ширине проезжей части, ни по количеству полос движения в ту и другую сторону. Надо как минимум две полосы в одну, две полосы в другую сторону, а там по одной полосе. Качество покрытия уже требует серьезного вложения финансового. Так вот, я уже на протяжении двух лет обращаюсь и в Министерство федеральное, и Медведеву, и даже Владимиру Владимировичу Путину направлял обращение в той части, что необходимо решить проблему реконструкции этой трассы. Более двухсот аварий только на нашей территории в год на этой трассе. И, к сожалению, очень много погибших и раненых. Есть уже решение этой проблемы, определили график выделения финансирования, и начиная с этого года выделяется финансирование целевое на реконструкцию этой трассы. В течение четырех лет трасса должна быть полностью реконструирована и будет отвечать современным требованиям. Поэтому, конечно же, проблем много, я же понимаю. Я просто хотела сказать, что вот услышанная сейчас с вами информация, можно считать, что уже мини-сенсация нашей программы состоялась, потому что действительно и одна из тех страшных трагедий, которая вчера произошла, как раз произошла на этой трассе, это во-первых, во-вторых, ну столько лет мы говорили о необходимости что-то сделать, да, как-то решить эту проблему. И, к сожалению, в соответствии с действующими нормативами. Очень приятная новость о том, что, наконец-то, ситуация будет меняться. Виктор Филиппович, ну, наши пытливые телезрители задают нам вопросы не только по дорогам. Очень любопытно, мы сейчас вопрос получили на другую тему. Я предлагаю его озвучить, а потом вернемся к тематике дорог и жилищно-коммунальному хозяйству. Вопрос об основателе Омска Бугольцы. Ну, поскольку мы сказали, что вы по-прежнему в Омске, и сердце ваше принадлежит Омску, и впереди трехсотлетие. Десятого Людмила Петровна спрашивает. Еще несколько лет назад промелькнула информация в Забайкалье, нашли могилу Бугольца. И когда Виктор Филиппович был мэром, хотели послать экспедицию, чтобы по черепу создать портрет основателя Омска. Но никто не может ответить, была ли экспедиция, и был ли создан портрет. Вы что-нибудь слышали об этом? Экспедиция была. Ездил туда, в эту экспедицию, в том числе и Геннадий Александрович Павлов, наш председатель Совета Ветеранов, Городского Совета Ветеранов. Действительно, есть предположение и определена территория, где был захоронен Иван Дмитриевич Бугольц. Но, к сожалению, само место захоронения и раскопки произведены не были. И в части того, что необходимо было формализованное оформление этого мероприятия, и в части уточнения все же, на этом ли самом месте захоронен Иван Дмитриевич или ненавид. Нашли могилу сына. Вот точно установили место захоронения сына. На этой же территории где-то захоронен и Иван Дмитриевич. Поэтому работа не прекращается, работа продолжается. И сейчас готовятся уже уточненные данные. Я не исключаю, что уже на следующий год вновь Павлов сможет туда выехать для того, чтобы продолжить эту работу. Виктор Филиппович, а кем был сын? Данных точных нет. Единственное известно, что он был в команде Ивана Дмитриевича и выполнял государственную службу. Ну, можно сказать, опять вторая сенсация в нашей программе. Потому что, честно говоря, никто никогда из журналистов не рассказывал об итогах этой экспедиции. Я думаю, зрители вместе с нами об этом услышали впервые. Виктор Филиппович, еще у нас есть звонок телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, Виктору Филипповичу вопросы. Представляйтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Виктор Филиппович, господин, 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 господин. И на сегодня, кстати, тоже по инициативе депутатов Государственной Думы принято решение, часть транспортного налога будет оставаться на региональном и муниципальном уровне, как раз вот для приведения в порядок, для ремонта дорог, для их обустройства, для санитарного содержания и так далее. Это даст возможность получить дополнительный финансовый ресурс бюджетом и региональным, и муниципальным, для того, чтобы эту задачу выполнить. Поскольку дорога Омск-Тара – это региональная дорога, и, следовательно, конечно же, здесь нужен региональный ресурс. А получить его можно за счет транспортного налога. Виктор Филиппович, а вот то, что у вас и у депутатов Единой России сложились такие эффективные, я бы так их назвала, отношения с главой региона, это как-то помогает решать общие такие проблемные задачи? Конечно, помогает. У нас сложилась очень хорошая, на мой взгляд, практика. Ежемесячно я встречаюсь с Виктором Ивановичем Назаровым. Мы оговариваем те проблемные вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, и определяемся в вариантах решения этих проблем. Либо это мое прямое обращение, либо обращение Виктора Ивановича и мое совместное, либо какие-то иные варианты влияния через комитеты Государственной Думы на те или иные министерства для решения того или иного вопроса. И здесь бы я хотел подчеркнуть вот очень такую активную работу Виктора Ивановича в этой части, и его инициативу в части лоббирования тех или иных вопросов региональных на уровне федеральном. Поэтому это очень хорошая практика, и она дает свои результаты. Вот те же финансовые ресурсы по дорогам неоднократно. И Виктор Иванович был в Москве, и с министром встречался, и в агентстве решал вопросы. И то, что называется общими усилиями, нам удалось решить. Это не только моя заслуга, это заслуга в том числе и губернатора нашего. Ну а самое главное, есть результат. Ну что ж, дай бог. А я предлагаю сейчас послушать наш видео-вопрос, который мы записали заранее. Он касается политической тематики, но поскольку вы депутат Государственной Думы, людям очень интересно ваше мнение. Здравствуйте, меня зовут Наталья Корнаухова. Виктор Филиппович, мы следим за тем, что происходит на Украине. Что вы можете сказать по этой ситуации, и какое развитие событий, по вашему мнению, для России было бы наиболее благоприятным? Тяжелый вопрос. Конечно, это беда. И беда не только Украины, это беда и России, поскольку Украина и Россия исторически всегда были вместе. В той или иной ипостаси, что называется, либо это было одно государство, либо соседнее, но всегда это были дружественные народы и общие интересы, общие задачи, общие цели. Особенно в период советский. И, конечно же, больно смотреть на то, что там происходит сейчас. Перспектива какова? Я думаю, там вариант только один. Только через федерацию, федеральное устройство можно эту задачу решить. И я думаю, это уже понимает и президент действующий Украины, да и понимает уже и мировое сообщество. Думаю, что вот в этом направлении и будет развиваться ситуация и события. Ну и самое главное, чтобы прекратились там обстрелы и гибель людей. Спасибо, Виктор Филиппович. У нас есть еще один вопрос. Добрый вечер. Представляйтесь, пожалуйста, задавайте вопрос Виктору Филипповичу. Мы вас слушаем. Вы нас слышите? Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте вопрос. Ну, похоже, телезрители нас внимательно смотрят по телевизору и не слышат нас. Еще раз здравствуйте. Вы нас слышите? Ну, вот не получилось нам связаться. Но ребенок услышал. Да, но ребенок услышал. Похоже, значит, что, видимо, просто сейчас громче нас говорил с родителями. Виктор Филиппович, вот как раз пришел на планшет к нам по электронной почте вопрос на ту же тему Украины, но уже от тех беженцев, которые переехали сюда, к нам в Омскую область. Добрый день. Обращаемся к вам, Виктор Филиппович, так как никто из компетентных органов в сфере дошкольного образования помочь нам не смог. Мы беженцы с Украины, из города Донецк, прибыли в Омск в ноябре 2014 года и сразу встали на очередь в Октябрьский округ по месту регистрации. В администрации округа нам ответили, что в этом году нас в сад не возьмут и никаких льгот у нас нет, идем в порядке общей очереди. А так мы встали на очередь поздно, нам садика не видать. Сейчас сыну два года, я бы с удовольствием привела с ним еще год дома. Но своего дома у нас нет, жилье мы снимаем, доход только зарплата мужа. Нашей семье жизненно необходимо, чтобы я вышла на работу. Просим оказать содействие в данном вопросе. Ну, конечно, в этой ситуации надо помогать, поскольку это нестандартная ситуация. По определению, эта семья не могла раньше встать на очередь, она только прибыла. Ну и надо понимать еще, в каких условиях им пришлось сюда переезжать. Поэтому, конечно же, я подключусь, я обращусь буквально завтра в администрацию города. Я думаю, можно сделать исключение, и поймут нас и жители города, и контрольные органы поймут в этой ситуации. И я думаю, помощь будет оказана. Спасибо, Виктор Филиппович. И все-таки наладили мы связь с нашим телезрителем. Сейчас вы нас слышите, здравствуйте. Здравствуйте. Обращайтесь, пожалуйста, к Виктору Филипповичу. Только назовите свою фамилию. Здравствуйте, Виктор Филиппович. Это Яровина Пахланова Жабаевича звонит. В общем, у меня такая ситуация. 26 июня этого месяца я потерял в доме свою жену и дочку. Так как я остался сыночком один, а сыночку копий девять, у нас нету своего жилья. Я сейчас временно прописан по Владградскому районе. Я обратился в администрацию по поводу муниципального жилья. Мне сказали, что нету муниципального жилья. А вставать на очередь предложили. И только через восемь-деять лет будет жилье. А так как нам сейчас через год негде будет жить, у меня такая ситуация сложная. Как быть? Я попрошу вас, если можно, оперативно письменное заявление в мой адрес направить, чтобы изложить там ситуацию, поскольку не очень мне понятно, речь идет о городе Омске, либо о районе, с кем вы говорили по поводу жилья. Да. Временная прописка, вы сказали, есть ли постоянные, если да, то где, было ли жилье. То есть есть много вопросов, которые надо уточнить, поэтому вы, пожалуйста, координаты, наверное, остались. А можно, Виктор Филиппович, вот как-то, я думаю, что и другие, наверное, хотели бы, но не знают, как к вам обратиться. Ну, можно обратиться в приемную, да. Ну, а лучше вот в этой ситуации, конечно, письменное заявление, вернее, обращение, где изложить вот те вопросы, которые я только что озвучил, чтобы я мог сориентироваться и определиться по оказанию помощи, понимая уже ситуацию. Виктор Филиппович, ну, поскольку вы человек очень авторитетный, и действительно люди знают, что вы всегда честно отрабатываете те вопросы, с которыми к вам обращаются, можем мы сейчас потенциальным и вашим избирателям, да, и тем, кто, может быть, хотел с какими-то проблемными вопросами к вам обратиться, рассказать, разъяснить порядок. Каким образом? У вас приемные часы есть, куда идти, куда звонить, как это сделать? Все, что касается приема, прием провожу раз в месяц в общественной приемной партии «Единая Россия», которая находится в общественно-деловом центре на Красном Пути. Там есть соответствующая служба, которая ведет учет заявлений, обращений и запись на прием. Вот сегодня я проводил очередной прием в 13.0, поэтому надо туда обратиться, запишут на прием, и по графику, поскольку желающих на самом деле очень много на прием, по графику я прием обязательно проведу, и те, кто пожелает, могут со мной пообщаться. Спасибо. Виктор Филиппович, не могу я вам не задать этого вопроса, опять же, пометуя, каким популярным и активным вы были мэром города. Вновь у нас такая сейчас сложилась ситуация, когда сравнялись цены на маршрутные такси и на общественный транспорт, на муниципальный транспорт. Вот некоторые эксперты говорят, что это окончательно добьет муниципальный транспорт, а мне кажется, что здесь гораздо глубже проблема. И название или имя этой проблемы – это нелегалы, которые оттягивают, естественно, из бюджета деньги, поскольку возят на маршрутках, но не платят налогов. При этом ни у полиции, ни, в общем, если быть честным, ни у городской администрации, у городских чиновников особых возможностей как-то с ними бороться нет. Вот в Государственной Думе, и вы как депутат Государственной Думы, какие-то усилия, может быть, по изменению законодательства могли бы предпринять для того, чтобы сломить, переломить эту ситуацию? Ну, к сожалению, это проблема общероссийская, это не только проблема города Омска. В аналогичной ситуации практически все крупные города России, в той или иной мере, они, города пытаются решить эти вопросы. И, если вы помните, мы в свое время тоже наводили порядок с вот этими нелегалами, но это очень непростая задача. Здесь, конечно же, необходимо уточнение нормы ответственности в части федерального законодательства. Определение более жесткого механизма контроля, более жесткого механизма учета, понятной системы налогообложения. И, кстати, нужен еще и контроль за качеством подвижного состава. И очень много ситуаций, когда выезжают на линию неисправный подвижной состав, и практически никто за это не отвечает. И много... Последствия печальные. Да, и много всяких негативных потом последствий в виде аварии. Поэтому, конечно же, здесь требуется уточнение законодательства. Ну и прямо могу сказать ужесточение этого законодательства, поскольку мы видим тот негативный результат, который на сегодня, к сожалению, есть. Ну, с мертвой точки может это все-таки сдвинуться, как вы считаете? Я контактирую с профильным комитетом, комитет по транспорту, который занимается этим вопросом. Кстати, там первый заместитель председателя комитета, бывший министр, правда, советского периода по транспорту. И эта проблема, она известна. Готовится соответствующий на данный момент проект федерального закона по упорядочению вообще не только так называемых частных извозчиков, там, газелей, но и по такси ситуация тоже не лучше. Поэтому вот сейчас комплекс вопросов, как раз, рассматривается с точки зрения наведения и в этой сфере определенного порядка на законодательном уровне. Спасибо. У нас вновь звонок телезрителя. Добрый вечер. Пожалуйста, назовите себя и задавайте вопрос Виктору Филипповичу. Здравствуйте. Добрый вечер. Житель города Омска. У меня вот такой вопрос. Вопрос о состоянии Озерцов, которые находятся напротив Ассороевых, 7-я и 4-я Стаса Озерной. Там раньше было благоустроено, как-то более-менее, там и люди отдыхали, и утрешками по аварии. Но сейчас я, как я сказал, прошел мимо, я уже смотрелся просто. С одной стороны, заманил славу строительный, это сравнил как раз с Руганом Королевым, особенно с Руганом Королевым. А с другой стороны, с Руганом и Тереминым. Вот. То есть вообще-то очень охранное место получилось. Вот. Как бы я спросил, если у вас хотел облагородить это место, если возможно, если есть такая. Или что-то, если это не у нас сделал, как бы заставить или прибрать там все это. Вот. И еще, если можно, еще небольшой вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Еще один вопрос. 9-я Северная улица, по улице 9-я Северная, мусор уже не выводится. Скоро будет месяц, почти выводит. Но уже как бы зафеки пошли, понимаете. И люди вынуждены потом подказать этот мусор и как бы расслаблять, как бы, дистанционированные, получается, свалки. Понимаете, да? Спасибо. Понятен вопрос. Все, что касается благоустройства. Вот. Была, на мой взгляд, неплохая практика, когда мы выполняли комплексное благоустройство бульваров. Это не только бульвары, это и прилегающие территории. Брали микрорайон, там, 6-й, 5-й, 12-й. В каждом округе, по сути, каждый год выполняли благоустройство определенной территории. Поэтому я обращусь в администрацию города с предложением на этой территории. Там действительно, к сожалению, захламили и строители, да и не только строители. И близлежащие коттеджные, жители коттеджных поселочков, эту территорию. Там, конечно, надо навести порядок. По вывозу мусора тоже была практика. Это территория индивидуального сектора. На сегодня есть определенная плата жителей индивидуального сектора и есть график вывоза мусора. Как правило, два раза в месяц вывозится, должен вывозиться мусор. Поэтому это тоже функция муниципальная. Я тоже обращусь в администрацию города с предложением навести там порядок. Виктор Филиппович, ну, к вопросу, к острому вопросу по мусору мы еще с вами вернемся. У нас даже есть сюжет, там люди прямо в рукопашную, что называется, почти уже в рукопашную сошлись. Те, кто живут в одном общем дворе, но в разных домах. Но, похоже, мы сегодня на нашей программе откроем имидж Виктора Филипповича Шрейдера с новой стороны. Потому что вот то, что мы говорили с вами о Букольце, такой неподдельный интерес вызвало, что я не могу на крик души еще одного нашего телезрителя не откликнуться. С многочисленными восклицательными знаками. Можно вернуться к Букольцу, написал он нам. Вопрос от краеведа Владислава Утьева. Я, краевед, много лет искал могилу Букольца в Бурятии. Он, кстати, выезжал вместе с Геннадием Александровичем Павловым в эту экспедицию. Но говорит, что как-то так получилось, что он сейчас не удел далеко от этих поисков. Он просит помощи возобновить эти поиски. И, видимо, чтобы он тоже в том числе участвовал в них, если будет такая возможность. Я обязательно с Вячеславом Михайловичем свяжусь, повстречаюсь с ним, и мы на эту тему с ним поговорим. Спасибо, спасибо. Ну, а теперь предлагаю вернуться к жилищно-коммунальным проблемам. Давайте посмотрим сюжет, о котором я вам только что говорила. Игровые площадки в детском саду номер 119 уже больше месяца остаются пустыми, при том, что дошкольное учреждение работает в обычном режиме. Выводить на прогулку детей невозможно из-за доносящегося с помойки зловонного запаха. Такое впечатление, что проблема вообще нерешаемая. Ходили к старшему по дому, то есть отвернулся, ушел, зашел домой. А вот если посмотреть в такое теплое время суток, то можно увидеть много мух, разносчиков инфекции. Кишечная инфекция, они за горами, поэтому нужно бить в колокола, мне кажется, чтобы решили как-то эту проблему. Заведующие и родители уже обращались в Роспотребнадзор, мэрию и главе администрации округа. Однако до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Здесь вывозили эко-транс, эко-сервис сейчас называется. Мы позвонили, к ним обратились, нам объяснили, что жители дома номер 38 своим ТСЖ разорвали с ними контракт. И, соответственно, никто теперь не вывозит эту территорию, не обслуживает. Они должны, они обязаны заключить с другой организацией, которая должна вывозить мусор. Ну, пока авосы ныне там, так скажем. Чтобы преодолеть путь до ворот, родителям приходится брать детей на руки и перепрыгивать через мусор. В свалку облюбовали птицы и грызуны. Возмущенные матери винят в ситуации жильцов соседнего дома, а те, в свою очередь, коммунальщиков. Вот это нормально, вы хотите сказать? Вот это нормально? Почему наши дети должны жить с крыса? Как вам доверяют только детей? Даже сказать не дадите. Когда две стороны не приходят к единому мнению, кто должен решить проблему? Суд. Мы и подали свое время на суд. Мы хотим, чтобы добросовестно исполняла свои обязанности компания. Единственное, что мы хотим. Несанкционированная свалка образовалась и во дворе соседнего дома. На этом месте раньше стояли контейнеры, но из-за близости с проезжей частью детской площадкой управляющая компания их перенесла. Несмотря на отсутствие баков, жильцы соседних улиц вот уже неделю продолжают привозить мешки с мусором и вываливать их на газон. Мусорная проблема охватила не только жителей Левобережья, но и горожан, проживающих в Ленинском округе. Ликвидировать несанкционированные свалки прокуратура обязала администрацию города. И в ближайшее время исковые заявления будут рассмотрены в районном суде. Такой, не на шутку острый вопрос. Причем, Виктор Флепович, мне кажется, дело даже не в адресе, по которому это случилось, а в самой ситуации. Мы обычно привыкли ругать управляющие компании, но мне кажется, что здесь немножко ситуация иная. Вот как бы вы ее прокомментировали, и в чем здесь причина, в чем здесь проблема? Как нужно вообще в таких ситуациях поступать? Ну, первое, судя по сюжету, мусор стихийно, видимо, выбрасывает даже не на площадку сбора мусора, поскольку я не увидел ни одного контейнера. Я так поняла, что одна часть жителей разорвала отношения с управляющей компанией, а другая часть жителей их обвиняет в том, что, ну так теперь, что называется, вывозите этот мусор сами, получается так. То есть вот это вот некая свара такая, которая происходит. В принципе, жители могут, конечно же, отказать управляющие компании в обслуживании дома по каким-либо причинам, но в этом случае они должны либо пригласить другую компанию, либо тогда уже принимать решение и обслуживанием заниматься силами своими. Нет других вариантов. Поэтому здесь я вникаю, я видел там председателя Кросса Степанова, я с ней свяжусь, мы знакомы с ней, она давно работает, я выясню ситуацию и постараюсь проконсультировать, как выйти вот из этой проблемной темы, в которой они оказались. — Виктор Филиппович, ну вот мы действительно не ошиблись в выборе тем, потому что стоило нам затронуть вот теперь уже вопросы жилищно-коммунального хозяйства и вновь шквал звонков и вопросов на планшете. Ну давайте вначале дадим возможность задать вопрос телезрителю, а потом я зачитаю вопрос, который к нам пришел. Здравствуйте, если вы нас слышите, представляйте, задавайте свой вопрос. — Здравствуйте, Виктор Филиппович. — Добрый вечер. — Меня зовут Лариса, я жительница Крутинки. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня отложена система сбора средств в фонд капитального ремонта многоквартирных домов? И началась ли реализация программы капитального ремонта? Еще вот интересно, если вот, допустим, из девяти квартир платят только шесть, будут ли какие-то меры применяться вот к неплательщикам? Не требует ли этот вот закон доработки или каких-то изменений? — Спасибо. — Спасибо. — Понятно. — Виктор Филиппович, простите, я просто сразу же, чтобы в комплексе ответить, может быть, на этот вопрос. Бахматов Виктор Иванович, почему мало информации по капитальному ремонту? Где и что ремонтируется? Ну, то есть, вот, может быть, немножко они разные, но тем не менее... — Ну, все, что касается сбора средств на капитальный ремонт, это обязательное мероприятие, то, что называется. — Обязательное осуществление. — Это обязательный платеж, и в соответствующих вариантах, либо это отдельная квитанция, либо в общей квитанции указывает строчку сбора на капитальный ремонт. — Сумма на сегодняшний день определена, и, кстати, по решению губернатора Виктора Ивановича Назарова, она не увеличилась по отношению к прошлому году. — 6 рублей 70 копеек метр квадратный. — И поступает либо в так называемый фонд капитального ремонта, в народе его называют общую корзину, либо каждый дом имеет возможность открыть один свой счет, если это ТСЖ или ЖСК, и собирать деньги у себя на счете. — Либо в объеме фонда индивидуально учет идет по дому, опять-таки, если жители пожелали видеть объем накопленных финансовых ресурсов на конкретном своем доме или адресе. — С 1 января такая возможность будет и открытие лицового счета в управляющей компании. Закон доработали, и такую возможность дали, если жители пожелают, они могут открыть свой счет в своей управляющей компании, которая обслуживает этот дом. — То есть вариантов очень много. И если говорить о программе, программа в Омской области разработана, графики ее до 2025 года составлены. Ежегодно порядка тысячи домов должно ремонтироваться за счет вот этих накопленных финансовых ресурсов, которые мы с вами теперь вносим каждый ежемесячно. В чем проблема и где требуется доработка федерального законодательства, вопрос тоже есть в части определения конкретного объема участия уровней бюджета. В законе, и это долго дебатировалось, все же удалось, в том числе и мы проводили здесь выездное заседание комитета перед принятием федерального закона в 2013 году. Мы ставили вопрос обязательного фиксирования участия бюджетов всех уровней, федерального, регионального, муниципального в объеме накапливаемых средств на капитальный ремонт, чтобы нагрузка была не только на жителей, но и на бюджетах. Вот сейчас надо определить долю участия бюджетов федерального, регионального и муниципального. На наш взгляд, это должна быть фиксированная процентная ставка от цены квадратного метра. И мы считаем, где-то в порядке общая сумма этих долевого участия должна быть 50 на 50. 50% житель, 50% все три уровня бюджета в раскладке каждую определенную долю должны внести. Вот этот вопрос надо решить на федеральном уровне. — Ну а что касается, где можно посмотреть списки, хочу сама подсказать телезрителю, лично, чтобы убедиться, когда мой дом попадет в капитальный ремонт, в каком году. Я просто зашла на сайт мэрии города Омска, где действительно вывешены вот эти вот списки до 2025 года. — Виктор Филиппович, на федеральном уровне было принято решение, тоже такое, скажем, по достаточно острому вопросу, о применении повышающих коэффициентов на нормативы для тех, назовем их упрямцев, кто до сих пор не поставил приборы учета. Причем для таких жильцов нормативы будут повышаться каждые полгода на 10%, а вот с 1 июля текущего года они уже повысятся на 20%. Но вот многие специалисты считают, что это, в общем-то, недостаточно ужесточает или подвигает людей на то, чтобы все-таки ставить эти приборы учета. Потому что вот получается такой нехитрый расчет, что к чеку за коммуналку это добавит всего 100 рублей. Будет ли в Государственной Думе пересматриваться решение в сторону увеличения коэффициентов? И у вас каково мнение вот по этому поводу? Как можно все-таки людей заставить эти счетчики поставить? Ну, тоже довольно долго этот вопрос дебатировался, в том числе и в стенах Государственной Думы в части определения обязательности установки не только общедомовых приборов учета. Вот 271-й федеральный закон четко предписывает установку обязательную общедомовых приборов учета. И до определенного периода это происходило за счет жителей. Сейчас, если жители не установили, будет устанавливать компания, которая оказывает эту услугу, ну а потом выставлять счет жителю на компенсацию затрат, которые понесла компания. То есть, в принципе, вы считаете, что это уже тоже, да? По общедомовым здесь вопрос решен и как бы проблемы на сегодня нет, то что называется. По индивидуальному учету пока жесткого требования закона по обязательной установке нет. Тоже исходили из тех соображений, что, ну, кто-то может не хочет, как его обязать сложно. Поэтому пошли по другому пути. По пути повышения норматива. И рано или поздно норматив этот будет значительно выше, чем реальное потребление. И жителю просто невыгодно будет не устанавливать индивидуальный прибор учета, там, холодной воды, горячей воды и так далее. Вот логика, которая заложена федеральным законодателем вот в решении этой задачи. Можно спорить много или мало вот интервалы подъема платежа, вернее норматива, там, 10% в течение полугода или может чаще. Это тема, которую можно обсуждать, но это уже компетенция не Государственной Думы, а правительства. Это нормативный акт правительства Российской Федерации. Спасибо, Виктор Филиппович. Ну, летний период диктует и летние темы, назовем это так, да? Не смогу не задать вам этот вопрос, иначе дачники меня не простят. Кстати, я знаю, что вы и сам дачник. Шесть соток у вас? С многолетним стажем. Шесть соток или побольше? Восемь. И домик, наверное, обычный, как у большинства дачников. Да, конечно, советского периода. Но вот дачники хотят у вас, именно как у депутата Государственной Думы, поинтересоваться возможностью траты материнского капитала на определенные нужды и жалуются на некие ограничения, которые существуют. Давайте посмотрим видео вопрос, который мы записали заранее. У меня такой вопрос. У меня родился ребенок второй, и я хотел бы уточнить, могу ли я полностью использовать материнский капитал на строительство частного дома на преусадебном участке. И второе. Вы, как депутаты Государственной Думы, приняли закон о прописке на дачном участке, но при этом много есть ограничений, в частности, по строительству дома. Этажность, метр от забора надо будет отступить от соседей. Зачем нужны эти ограничения? Я считаю, что их нужно отменить. Ну, вот так вот. Ну, вопрос понятен. Действительно, Государственная Дума, я считаю, это совершенно обоснованно приняла закон, который дает возможность проживания, постоянного проживания на территории садового участка, прописки. То есть, по сути, это жилье. И в этом случае, конечно же, вот избиратель наш, который задал вопрос, имеет полное право построить у себя на участке дом. Да, ограничения определенные есть, но они общего характера. Независимо, садовый это участок или индивидуальный участок для строительства индивидуального дома. Ограничения, они несложные. По этажности не более трех этажей. По площади не более полутора тысяч квадратных метров. И третье, обязательное соблюдение противопожарных нормативов. То, о чем говорил наш избиратель, что метр от забора не обязательно метр. Это выезжает инспектор, смотрит, где расположен соседний дом, на каком расстоянии, определяет вот этот противопожарный разрыв и указывает вот то расстояние, которое возможно, и то пидно застройки, которое возможно с точки зрения соблюдения всех нормативов, в том числе и противопожарных. Поэтому проживание возможно, прописка возможно. И, естественно, использование материнского капитала, если он будет строить жилье и постоянно прописан на этой территории, тоже возможно. Но он имел в виду полностью. Можно вот все деньги, которые полагаются по материнскому капиталу использовать? Возможно, поскольку он будет строить жилье для своей семьи. Использовать материнский капитал для решения проблемы обеспечения себя жильем. Это предусмотрено законом. Продолжить дачную тематику. Какова ваша позиция по поводу дачной амнистии? Срок которой как раз продлен до 2018 года. И такой общий в связи с этим вопрос. Многие ли уже оформили документы? Есть ли необходимость ее может быть продлевать? Поэтому и продлили амнистию, что с одной стороны она пользуется спросом и этот механизм используется. С другой стороны порядка только 50% дачников смогли, у тех у кого есть проблемы, решить свой вопрос через вот эту дачную амнистию. Поэтому и было принято решение на уровне Государственной Думы. Продлен срок амнистии до 2018 года включительно, чтобы жители могли в спокойном режиме эту задачу решить. Абсолютно логичное решение. Ну правда все поделают в последнюю ночь, я думаю, как это обычно бывает. Как у нас таки вот по проблеме бесплатной приватизации жилья, там аналогичная ситуация. И в том числе и я с законодательной инициативой выходил в Государственную Думу и дважды срок переносился, вот теперь очередной срок, 1 марта 2016 года. Но я боюсь, что и к этому времени не все смогут воспользоваться правом бесплатной приватизации. Не потому, что желания не было. Много есть причин объективных. Допустим, человек стоит на очереди или живет в аварийном жилье. Если он живет в аварийном жилье, он не может приватизировать. Конечно нет. Но как только он получит жилье, у него это право появляется. И если он это жилье получит после 1 марта 2016 года, к сожалению, ему придется это жилье выкупать. Несправедливо. Поэтому мы будем ставить вопросы, меня многие депутаты поддерживают, по снятию вообще ограничений по сроку бесплатной приватизации. — Ну, Виктор Хлебович, все-таки режиссеры говорят, что очень надеется телезритель, звонок, с которым у нас сорвался, до нас дозвониться. Вы нас слышите? Готовы задавать вопросы? — Да, 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 девушка. — Да, слушаю вас. — Добрый вечер. — Добрый, добрый. — Андрей Анатольевич, оселедец беспокоит, 51 год. Я бы вам хотел простой вопрос задать, чисто человеческий и как депутату. Как вам живется в Москве? Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Какое у вас хобби, кроме дачи? — Спасибо, потому что я хотела как раз этот вопрос задать Блиц, Виктору Силипповичу, но вы мне помогли перейти на эту легкую тему. — Понятно, спасибо. Но я живу все же в Омске, а не в Москве. В Москве у меня служебное жилье и не более того. И я там, я уже говорил, что нахожусь только в периоде, когда у нас парламентская неделя или когда комитетская неделя. Все остальное время я в Омске, поэтому еще раз повторюсь, я не москвич, я амич. — А хобби есть? — Со всеми вытекающими последствиями. Есть работа. — Где планирует провести свой отпуск Виктор Филиппович Рейдур, интересуются избиратели? — Пока еще не определился, поскольку непонятно, продлят нам заседание пленарное или нет. Наверное, наслышаны наши избиратели, что в Думе в первом чтении внесен закон, по которому срок выборов в следующей Государственной Думе перенесен. Будет вернее перенесен, но нет еще решения Конституционного суда по соответствию этого решения Конституции Российской Федерации. Вот как только это решение состоится, тогда Дума должна принять и во втором, и в третьем чтении. Поэтому вполне возможно, что будет продление весенней сессии и, следовательно, переместится срок наших каникул. — Понятно. И в Москве удается сходить в театр или музей? Где вы были последний раз? — Удается. У меня есть возможность ходить и в театр, и в музей, поэтому я пользуюсь этой возможностью. Тогда, когда есть время. — И на концовку все-таки вопрос от телезрителя, поскольку приоритет, естественно, им. Виктор Филиппович, скажите, пожалуйста, что вы заканчивали, и что можно было бы закончить, чтобы стать таким, как вы, политиком? — Ой, школу закончил, техникум автотранспортный закончил, институт СИБАДИ автодорожный закончил, академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации в Москве закончил, в Питере, в университете Санкт-Петербургском защитился. — Так что, в общем-то, практически учился и учусь, и можно сказать, и на сегодняшний день еще. — Ну что ж, Виктор Филиппович, спасибо вам за честные ответы. А вас, уважаемые телезрители, благодарю за такой интерес к нашей программе и за такие актуальные вопросы, которые вы нам задавали. Спасибо, на этом наш эфир закончен. Всего доброго. До свидания. — Спасибо, уважаемые жители, за вопросы и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok